Дорогие друзья, сегодня я хочу подарить вам еще один новогодний подарок. Вы же знаете, что это замечательная традиция, новогодние подарки. У меня есть, что вам подарить. Когда мне было 16 лет, я увлекся пародиями. Господи, что и кого только я не пародировал. В музыке всех композиторов берется простая детская песенка, как «Под горкой, под горой» и в стиле Моцарта, в стиле Баха, в стиле Бетховена, в стиле Шопена, в стиле Шостаковича, Прокофьева и так далее. Потом, после музыки, у меня самая главная любовь всегда была поэзия. Потому что поэзия – это полпути между вербальностью, то есть традиционной речью, где стол – это то, зачем едят, стул – это то, на чем сидят, и невербальностью речи. Если Пастернак пишет «И вот бессмертное на время мы к лику сосен причтены», то это уже не проза. «Поэзия» – это невербальная речь, то есть непонятно, что нужно делать, как это «бессмертное на время», то есть здесь все построено на парадоксах, на нелепостях. Если вы встретите друга и скажете ему «Я бессмертный на время», то друг решит, что с вами что-то произошло с вашей психикой и посоветует вам сходить к невропатологу. Но в поэзии мы это воспринимаем совершенно по-другому, потому что поэзия уже символична, где слова меняют свои обличия, свою внешность и становятся чем-то другим, символом чего-то иного, особого. Хочу вам подарить несколько своих пародий. Тема вот какая. «Жил-был у бабушки серенький козлик, бабушка козлика очень любила, вздумалась козлику в лес погулять, напали на козлика серые волки, остались от козлика рожки до ножки». И вот тогда я просто вот высунувший язык писал, писал одну за другой пародии или подражания различным поэтам. Как те или иные поэты сумели бы изобразить и выразить в поэзии именно своей, в своей стилистике, историю с бедным сереньким козликом, от которого остались рожки до ножки. И вот что получилось. Михаил Юрьевич Лермонтов. Уже ли смиренную тоскою не заглушить воспоминаний? Уже ли козлик молодой останется души страданьем? Над хладным телом я стоял, три дня над трупом я стенал, И деву старую жалел, и ноги схоронить велел. С рогами вместе пролетел час юности и жизни младой, и леса старого прохладой. В глуши забыться я хотел, но серых волков нападенье, вновь пред глазами как в виденье, и хлынувшись с горла кровь, тоску глухую будет вновь. Тогда очень много в школе читали и изучали Николая Алексеевича Некрасова. Итак, Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из поэмы «Где стон козлов в губерниях голодных? Там каждый волк на пропитанье скор, В густом лесу среди дерев холодных Заслышал я негромкой волчьи спорь, Какой козел жирнее и сытнее, А волки каждый кто во что гораст, А баба русская, ну козлика жалеет, Сама не съест, а все козлу отдаст. Не благодать лишь диким козерогам, Весь век им по лесу пробегать суждено. У тех козлов всегда одна дорога, Хоть не доест, а боль зальет вином. Там было много пародий на разных поэтов, Но сейчас мне захотелось прочитать пародию На Сергея Есенина. Ну что, козел, пришел и твой черед, Среди берез пробегал ты недолго, И голод гонит злых волков вперед, От бабушки в платочке и с наколкой. Залить бы горе в грязном кабаке, По чарке за ногу, за каждый рог, Да к бабушке явиться налегке, Проплакаться, не выведав тревог И в снов в тоске, забыться про козла, Залить себе какие-то печали, Лишиться в мире маленького зла. Еще одну любовь начать сначала. Среди пародий есть две пародии На двух великих русских женщин-поэтов. Одна из них на Анну Андреевну Ахматову. Я помню, как в прошлое воскресенье На мой огород он неслышно ступал, Но в почве промерзшей ранней весенней Не листика, почва весною скупа, И сердце стонало, прося сострадания, Но утром постель была так горяча, И так неприветливо, и изморозь раннее Там ленье вручило судьбу палача. И вот он ушел навсегда безвозвратно, Оставив лишь кучку копыт и рогов. А я продолжаю писать аккуратно И все уповаю на милость богу. Марина Ивановна Цветаева Нет, вы не гозлик, нет. Скорее, в обозе лет, И где-то ваш будет волк, Зубами разбудит толк. Рогов и ног подвал, И если бог рыдал, И если бабка в стон, То где закон и тон? Закон, закон волками смят, Но вечно козлик свят. Среди разных русских поэтов, Которым я подражал, Был и один из нерусских поэтов, Испанский поэт Федерико Гарсио Лорко. Вот это были времена моей юности, Когда Лорко воспринимался Чуть ли не как один из русских поэтов. Это в значительной степени Благодаря прекрасным переводам, В том числе, нескольким всего, Гениальным поэтом Марины Ивановны Цветаевой. Именно через Цветаеву Лорко пришел в русскую поэзию, К русскому читателю, Как абсолютно свой поэт, Совпадающий с нами по темпераменту, По эмоциям, по идеям. О, мой несчастный козлик, Нет ты ни из рода козлиных, Иначе рога и ноги Спасли бы тебя от смерти. Как закричала сова, Как закричала в тревоге, Промчалась по лунной дороге Волков кровавая стая, Их челюсть обвисая, Дымились алую кровью, И пятна следов кровавых За стаей бежали следом. Всю ночь рыдала старуха, Луна в наряде жасминном, И ветер плакал в оливах. Век тебя не забудут Там, где течет гвадалквивир, О, мой несчастный козлик, Добыча жестокой смерти. Ну и в заключение решил вам почитать Стихотворение Роберта Рождественского На эту же тему. Не знаю, чем козел меня прельстил, Не знаю, в чем старуха виновата, Но сказку про него я поместил В суровые словесные заплаты. Где ноги, где рога твои, козел? Неужто успокоишься, бабусь? Не зла на Волго ты, А я вот очень зол, И не уйду, пока не разберусь. Любить козла не мудрено ничуть, Любить, значит, беречь, Значит, лелеять, И темной ночью глаза не сомкнуть, Коль козел сквозь волчьевой Задумал блеять. Мне ясно, что не любишь ты козла, Коль даже ты не унесла с дороги Рогов козлиных, Не хоронишь ноги, И не таишь на волчью стаю зла. Вот прочел последнее стихотворение на сегодня И вдруг вспомнил подражание Евгению Александровичу Евтушенко, Но от стиха в памяти Остались последние строчки. Все съели дурни волки До костей, Остались лишь рога До шерсти клочья Из всех Нечеловеческих затей То самое Скажу вам прямо Волчья. Я поздравляю вас с Новым годом И Рождеством До новой встречи!